После многих молитв и размышлений о том, кто с кем бьется, мы можем с уверенностью сказать, мы много молились, и мы это ясно видим, что северным царем является Россия и ее союзники. Так что, вот оно. Мы можем с уверенностью сообщить вам, что Россия со своими союзниками – это и есть северный царь. Если мы снова вернемся к той цитате из «Стражевой башни» за 2004 год, пророчества можно полностью понять только тогда, когда они исполнились, а дальше сказано «или начали исполняться». Итак, когда начнет исполняться пророчество из первого фессалоникийцам, сможет ли верный раб сказать «вот оно, то, чего мы так долго ждали?» «Поживем – увидим». Только мы хотим всех вас предупредить, ведь все мы люди, и ничто человеческое нам не чуждо. Раб тоже нисколько не сомневается в том, что Иегова будет направлять его с помощью Святого Духа. Благодаря чему верный и благоразумный раб может предоставлять нам своевременную духовную пищу? «Наделю тебя пониманием, наставлю на путь, по которому тебе идти», – обещает Иегова в Псалме 32, 8. Сегодня Иегова дает указания Иисусу, а он, в свою очередь, передает их Божьим служителям через верного и благоразумного раба. Поэтому мы уверены в том, что получаем точное понимание Писания и основанное на нем руководство. Продолжение следует...